28 августа 2015 года. Я начал с того сегодня рассказывать вам о Никите память. Я бьюсь за Никиту память. Вот сейчас простое дело нужно нарезать газеты вот это вот. И как он режет? Газету разрезать, на мелкие со стола стирать. Палец в рот. Палец в рот не бери, грязь. Газета, там это яд. Вторую газету берет, опять палец в рот. Теперь разрешай бить по морде. Причем спасая тебя всего. Один член пострадает, а остальные будут спасены. Я тебе взял, сразу нарезал пачку. Как? Развернул ножом. Вот она. Види какая. Пока ты язык высунул, как? Плюнул и все. Второе. Никите дал за указание мне звонить. Точно звонит. Я проснулся в 4.37, а вчера подумал, чтобы мне расслышать звонок-то. Я взял большая у меня алюминиевая кружка, походная которой, в нее положил телефон. На тумбочку рядом он себя направил. Ну как полевая мина направлена это. И правда лучше слышно. И что, у меня первая молитва теперь идет о Никите. Ты понимаешь, что за этим? Ты меня подцепил. Никто сейчас не заручился молитвой, как ты. Только встаю, Господи, благослови Никиту за звонок. Хотя он мне не нужен, я встаю на 3 минуты раньше. Ну и у меня размышления вчера вечером были, сегодня об успении. Если бы кто-то из вас был, помогли бы напечатать и на форуме. А Ютуб это появится только через неделю, пока пошлю им. Меня интересует, я православный, но не хочу быть просто столбом. Пришел, отстоял и ушел. Я все время размышляю в храме, везде молюсь. И один канал у меня работает на размышления. Я не могу объяснить это, как может быть. Как этот праздник возникал? Упоминание о нем в 4 веке. И так это... Вот у Скабалиновича, профессора Киевской Академии, там более подробно есть все, когда в каком веке возникли. Это эти каноны. Я говорю только о Богородице. Я молюсь ей каждый день, но я хочу понять это дело. С чем это связано, вот такой перекос в отношении Божьей Матери у монахов? Тоска по женскому полу или что-то. Я читал одного исповедь. Исповедь читал, рукой написано, оригинал. Я, говорит, ставлю свечку перед образом Божьей Матери, а вижу свое. Даже вообразить нельзя. Что значит вот это вот искусственно создавать это бисердевство? Бисердевство осталось девствице. И значит они в особый разряд, девы, идут в особый разряд. Да ты-то откуда взялась-то? Сама-то. Это вот тоже нигде нету в Писании. Художники, которые мирские, те рисовали Божью Матери и прочее. И Мадонны. Еще какая-то Мадонна там, все это Мадонны называются. Где-то. Потому что они были женаты, они улавливали настрой к женской красоте. Какой именно, она должна быть худощавой, или маслы одни кости, или такая пухленькая. И такое они рисовали. Такая Мария Магдалина нарисована. Вот и циана. Вот. И вдруг появляется новый праздник. Праздник, он так и называется, 2 на 10, он приравнен к Рождеству Христову, Пасха на вне числа, к 12 праздникам. Зачем? Какой праздник? Поздравляю. С чем поздравляете? Объясните. Сегодня поздравляю. С чем? Божья Матерь умерла. Ну, понимаете, праздник, думаю, на 10, с праздником поздравляю. Ты мне поздравительно. С чем? Все сразу в тупик. Я только и спросил, с чем поздравляешь? Ну, с Рождеством Христовым. Понятно. Здесь поздравляют. Ты рад, что она умерла? Ну, как можно радоваться, что она умерла, когда она была с нами здесь? И мы у нее могли чему-то научиться. Ответа нет. Не дают. С чем? Не знаю. Дальше все не по Писанию. Нет ни одного более необдуманного припева или чтения Евангелия, как на Божьей Матери. Родилась она, считает это, воскликнула блаженность, вносившая тебя. Какое отношение к Рождеству имеет это? Никакое. Успение тоже самое считает. Это сказка про дурака только такая. Его били везде. Научат одно говорить, что свадьба идет. А завтра их похороны. Он теперь говорит то, что надо нам, говорил на свадьбе. Ну, ему по морде есть там притчи ставят православные такие. Ему там насадили синяков-то. А то точно так идет. Это все про нас. Ну, понимаешь, праздник какой, не знаю. Устекновение главы, это апост. О праздновании скажу, что... Вообще объяснений никакого не дают. Почему он праздником стал, успением? Смерть праздником. Никак. Казнь какого-то апостола, не праздника, памятная дата. Памятная дата, дело другое. В число двенадесятых праздников и внесли. Вот у нас у православных требуется еще особая школа разъяснения, чтобы удержаться на этом понимании. Это делали монахи. Иногда делали и неразумея чего-то. Потому и соборы были такие, которые отменяли последующие соборы, называли их то разбойничьими, то еще какими-то. Пост. Пост в Ветхом Завете всегда означал скорбь, печаль, окончание чего-то там, которое заканчивалось праздником, куском мяса жареного лепешкой. И давали, что они в это время им. Пост. Вообще с чего? Вот допустим, самый объяснимый пост в Новом Завете, это Петров пост. Он не выполняется, его не исполняет этот пост. Как Успенский, я спрашивал батюшку, он говорит, процентов 90 людей, больше даже, которые не постятся. Не говоря о мирских, которые так и приходят захожане, которых причащают Успенский пост. И мало того, его считают как бы оторванным уже от четыридесятницы, таким же строгим, как Великий пост. То есть такие накрутки идут. Вообще необъяснимое. Какое отношение к Великому посту имеет это? Там четыридесятница, апостольское правило 69, тут все объяснено. Печаль. Печаль. Какая печаль в Новом Завете? Печали нет. Это благо. Она закончила земную ее доль. Она ушла. А дальше уже пошли ученики мертвому телу поклониться. А ее нету. Теперь она вознесена на небо, как Илья. Это уже седьмое небо. Да седьмое небо это из Корана взято. Павел вознесен был до третьего неба. Второе послание Коринфянам пишет где. Третье небо. Нету четвертого, пятого, шестого, седьмого. Куда уже заволокло-то где-то. Иоанна Крисова та же он придумал хоронить себя живьем. Выкопали могилу. И могила не такая, крестообразно. Все это ко кресту. Это столько фантазии. А потом пришли посмотреть. Нету. И там красная пыльца только выставляют. Давайте для исцеления теперь. В чай там куда угодно можно. Я насчитывал житие. Много лет занимался. Я православный. Я не критикую. Я хочу это понять. И упор-то не на это делать-то надо. И посты-то какие наставили-то. И с какой целью? Пост оружие против дьявола. Постом и молитвой изгоняются. Объяснение среды дается. Дьявол подошел к Иуде. Он пошел и сделал заговор. Ну это, так сказать, праздник всем заговорщикам. Ему надо за кастрюлями смотреть надо. Пускай идет. Заговорщикам. В пятницу предал. Тут тоже объяснимо. И больше ничего нет. Скорбь большая, что Христа распнут. Вы будете печальны. Ваша печаль превратится в радость. Поэтому семидневная, семинедельный пост. Подготовка к встрече Пасхи Христовой. Радостного дня воскресения из мертвых спасителей, с которым и мы воскресным должны. Я все нахожу. Хорошество. Менее объяснимое. С чем связано? С чем пост? Я о постах говорю. У католиков-то ничего этого нету. Это все монашество восточного образца. Вот это вот все. И как? И теперь на постах стали изощряться. И тут уже не догадаешься, кто... Почему одного предложения? Предложения-то, конечно, были там тысячи. Нет. Что там? Отделить горох от семечек там и проще. Ну что? Семечки не запрещено лузгать. А масло не разрешено. Идные дни только масло растительное разрешают во время поста. А другие масло и вино. А в иные только вино. Это такая сложная система. Я этим занимался. Прокопий. Посмотри, что тебе Прокопия как. Объясняли. То ли он любил выпить там ванифати. Пьяница. От запоя ванифатию молиться. Наркоманы там не знают там. Католики более изощренные. Они, допустим, над интернетом Исидора поставили. Он там писал письма. Это он теперь патронирует интернет. У них все. У православных Варвара Великомученица. Она патронирует российские атомные ракеты. Сатана. Это придумать надо. Патриарх Алексея Второй с министром обороны Грачевым это придумали. Потому что за ней скала закрылась. А эти подземные. Ну это вообще. Аналог только находят и все. Антипе отрубили голову. Ну отрубили голову. Отсекли голову. Казнен был усечен. Что? Молиться от болезни зубов. О стоматологических кабинетах все больше и больше. Великану сейчас придумали о прибавлении ума. Ума. Кому? На ум. На ум. Святой пророк на ум. На ум. Детская игра. Даже игрой нельзя назвать. На ум. Разговариваешь с любым на умом ты. И не видишь, что у него прибавление с годами идет. А убавление только идет. По старости и прочее. Чтобы другой-то на ум не обиделся. Я не конкретно о каком-то говорю. На ум. И вот я размышляю. Пост. Никакого. Малипусенького даже объяснения. Почему пост. И почему одновременно называется праздником. Успение. Успение. Не смерть, а успение. Она умерла. Уснула. Почему тогда у других не успение, а казнь и прочее. Это выделить. Больше. И теперь вот эти двунадесятые праздники, где теперь отдельно успение. Отдельно. Отдельно Рождество. Это на Богородице уже. Нагоняли под число 12. У первой Христовой Церкви был праздник Пасхи. Отмечали как переход на воззаветное состояние. И крещение. Всего два. Крещение соединено было с Рождеством. Ничего больше не было. И монахи сидели там и придумали. Говорят, вкрутую яйца варить или в смятку. К ним шли за советом. И все. Доходить им надо было до души. Идите проповедовать Евангелие всей твари. Идите по всему миру. Всему миру и всей твари. Францис там кто? Осильский тот прямо понимал, что проповедовать всякой твари. И животные слушали. Кором. Я голубям проповедую. Я захожу. Приветствую их и кошек. И всех. Христос воскрес. Всякая тварь радуется. Ласточки поют. И я к ним присоединяюсь. Ну и все. Такого. Улыбнулся. И дальше. Здесь ведь не так. Вот они должны были придумать все до мельчайшей подробности. Потому что народ Евангелия не знал. Его искусственно убрали. А если дали только священникам на непонятном языке, старом, мертвом языке. Мертвый язык это тот язык, на котором не разговаривают в народе. Это язык книжников, червей, прошлый язык. Тем более церковно-славянский на нем вообще никто никогда не говорил. Это искусственный язык, придуманный как эсперанто. Как Павлов и Накентий называют. Церковная феня. Феня это жаргон особый. У преступников, а этот церковников свой жаргон. Говорит. И при том ничего не могут переводить, хотя хвалятся. Я их сколько раз пытал. Ни одного пока не встретил, который мог бы разговаривать как на русском языке. Я его запутываю на втором предложении. Я попутно хочу сказать. У Никиты один поп на меня такой натолкнулся. А мы с женой разговариваем по-старковно-славянски. Я не знаю вашу жену. И вас-то не знаю. И вы все переводите. Все абсолютно. А вы говорите, никто не понимает. Но давайте, если вы не переведете. Я пришел к Никите в магазин. Он магазин не знает. Пришел и все. И стал спускаться по ступенькам на нижний этаж. Он на меня такими глазами, как Никита, на выкатые белки закатил. Дальше что? Не знаю. Я не заметил, что у ботинок расшнуровалось. Я наступил на шнурок, упал и расквасил свой упрямый поповский нос. Переводи. Ты умрешь, у меня поп здесь. И не переведешь никогда. Все. Сгорбатился стоит. Ладану дай, Никита. Теперь Ладану наберет. И тебе, Ладан, ничего не прибавит, кроме того, и мозги затуманит еще. Больше. Все. Предложение-то всего ничего. Как-то мы сидели в старообрядческом доме. Андрей Долгов. Андрей Федотович. Отец Александр Пивоваров. Кандидат в богословие. Московской патриархии. И на Троицу там каноны переводили. Одну страницу до обеда переводили. Вот и все. Одну страницу. Так это старковное уже все. Но я возвращаюсь к знаниям, которые нужно дать людям. Не дали знания. Евангелие не давали переводить. Библия была спрятанная. И поэтому пытались застучать себя через живот. Через живот. Как блудная женщина. К мужчине дорожка через желудок. Его хорошо кормит. Настенька, Настенька там. Вот через желудок. Так, что сегодня у нас там? Ну, у нас сейчас стерлядка. Как Крылов говорил, Иван Андреевич. Когда режешь, опрокидывай той стороной. Зачем ты опрокинул вниз-то? И собираешь теперь все, что на этой... Ты ее не обтряхнул эту, теперь вот так держи. А ты-то зачем ты опрокинул вниз резаным? И стираешь ей, как губкой. Вот такой мокрой губкой. Зачем ты помидоры опрокинул? Я спрашиваю, отвечай. Так всегда так делал. Всю жизнь. Ну, это объяснение такое. Это у меня племянник. Я говорю... И батюшка спрашивает. 4 до 8 сколько будет? А он кирпич несет. Он как нес кирпич. Вот так вот сразу встал и стоит. 4,8. Не сосчитать. А потом поставил маленько. 4,8. 7. 4 до 8 себе. А почему? А, сестренка Дашка. А Дашке 7 лет. Вот и точно так же. Вот все. Вот так он сам опрокидывается на это. Ты искусственно его делал губкой по сбиранию пыли. Он нас пылью кормил. Вот как Украина не разбирается в чистоте. Показываешь ты. А прокинет ее, с доски стирает. А доску не всегда вытирает от пыли. Я начал о постах. Накита, пастись о прибавлении ума. Я гляжу, у тебя сдвиги идут. Вот. И можешь вот так вырезать намного быстрее. Что-то у него такое четыре части. Дальше не хватает. Готовят сегодня с растительным маслом. И как придумали. Двунадесятый праздник. Ну праздник. Двунадесятый праздник. Сегодня попадает на пятницу. Можно есть рыбу. Но молоко нельзя. Двунадесятый праздник. Праздник. Нельзя. То есть что-то их останавливало. Вот это я не могу никак понять. Почему именно нельзя сегодня молосное. Если Рождество Христово попадает. На любой день. Можно. Все есть. И мясо. Шашлычок там. Что хочешь. Здесь нет. Видимо это не так счастник сделал. И чтобы было это принято общецерковно. Это обязательно обсуждать. Даже не на соборах. И они сидели. И думали. И смотрели. У кого более заковыристое. Больше выдумки здесь заложено. Как они голосовали за это дело. Да и как тот понимал. Как этот роман Матюшин поет. Когда почему именно его поют. Там белая вешетка в церкви. В тумане. Он все учел. Колокола. Вот здесь точно так же. Он должен был доказать все. Но почему в Лазарю в субботу можно есть икру. А рыбу нельзя. Рыбу нельзя. А икру можно. И вот теперь гоняются за баночками отравленные этой рыбы. Чтобы икру не нарушить пост. Пост не нарушить. Это раз только в году. Так почему? Лазарь воскрес из гроба. Значит рыба это гроб. А Лазарь живой он из гроба восстал. Понимаешь как? Тут я еще додумался. Дальше не могу понять. Надо молиться о прибавлении ума. Канун. Ты сейчас ножом повел глазу. Зачем? Почесать нос. Так положи ножик снова. У тебя глаз очесался. Брось теперь чеши. Да я не могу. С той рукой чеши. Все. Нож никуда. Иначе ты глаз выткнешь. Одного пущеглаза будет меньше. Это не годится так. Никогда. Комар не укусит. Ножик бросай. Тогда вытирай. Этот желтый порежешь первым делом. То забудешь. Вот. Я хотел сказать об успении. Надуманно все. Праздника никакого нет. И пост этот просто несу разный. В Новом Завете это уже было. Не в Ветхом Завете. Рождество Христово это образно сказать Ветхозаветний пост. Он-то еще не родился. Перед Пасхой Христово это Ветхозаветний еще пост. Это Ветхозаветний. Еще церкви не было. Тут объяснено. Но тут объяснить никак нельзя. Богородица умерла уже, когда Христос воскрес из гроба. Никак. Здесь уже пошло не евангельское христианство, а монашеское. Монахам допустили к руководству. Так ты вот сзади обрезай вот эти. По маленьку обрезай. Только чуть-чуть. Что-то такое страсть. Иначе эти обедки отдельно ложи. Это я их буду облизывать. А гнилая это? Чуть-чуть только вот эту самую кожицу. А ты с ней режешь живую плоть помидора. Северный человек никогда ни одна хозяйка не допустит. Она все арбузные корки все засолит и маринует. И не узнаешь даже. Вот так. Для этого мышки всегда. Однажды я людям задал заголовок. Заголовок, загадку. Что вы встречали такое, чтобы животное точно исполняло пост православный? Животное само начинало поститься. И с ним не разговаривает. Она даже боится человека. Да не может быть. Опять перевернул вниз. Значит отдельный откладывай, который перевернул. Это твое. В отдельную чашку. В отдельную чашку. Не на стол. Не слышит. Он с чашкой и стол путает еще пока. А это тейбл. Вот так. Знаешь, где я увидел это? В нашем туалете. Мышка. Когда православные приходят, постное испражнение. И кошка. А мышка там на последней кучке питается. А потом спрячется в норку. Молосная, значит, она ест молосную. Я нашел, где это. И на раз что-то похожее на нас. А одни что-то сделали не так. А мы, кажется, чужими выдумками. Как экспериментами питаемся. Я дальше уже начал размышлять. Не прибавляю, не оскорбляю. Просто мы чем-то похожи. Кто-то сказал и зарыгнул недоброе, необъяснимое. Нигде пояснения не дать. И теперь мучаются каждый день в календарь. И Евангелие не считают. А вот будет поститься и будет помнить праздник. Почему праздник? Ширить желудок. И я знаю, у нас в семье Евангелия не было. Мы даже не считали. Не знали. Не слышали. А в это знали. И отец уже заранее знал. Вот сегодня рыба можно. Это точно знали. Когда рыба. Какие-то дни во время поста преображения рыба. Придумали яблочный спас. Ореховый, медовый. Вот лубочные христианства, как пишет игумен Петр Мещеринов. Данилова монастыря. Есть один спас. Кровавый, страшный, мучительный. Голговский. У тебя картошка развалится сейчас. А придумали к спасу к третьему. Относится до успения Божьей Матери. Сегодня третий спас. Какое отношение к спасу? Ничего нет. Есть такая загадка. Называется шарада. Так и нас. Не шарада, а шарага. Мозги на раскоряку. И ни ума не хватает ничего. Я понял, объяснить нельзя. Это дикие монашеские выходки. Друг перед другом изощрялись в оригинальности. Или что. Благородно как достучать. А придумали вот это вот. И теперь через столовую пытались удержать людей в повиновении. А не будешь пастись, а причащать не будешь. Но люди кряхтели, пыхтели, исполняли. Возьми. Лето. Покос начинается уже. В других-то местах. Там в России-то. Петров пост. Правда легонький. Там рыбка еще разрешается. Ну, в иных-то местностях и рыбы никакой нет. А молочко-то было. Не разрешается. Чем объяснить? На проповедь. Ну, пусть пастится кому на проповедь. А я-то при чем? На проповедь, чтобы благословить Петра и Павла. Положили их на это дело. Это вот мои сегодня краткие утренние высказывания относительно размышления сегодняшнего дня. Или воздвижения креста Христова. Она нашла. Да на деле-то, когда стал считать, оказывается, к воздвижению никакого отношения это не имеет. Это открытие храма, которое построила Елена. А когда поднимал Макарит, этого никто и не знает. Она обрела археологическая находка. И доказать надо, что именно тот крест через 300 лет нашли. Где дерево лежит там, в земле. 300 лет. Да через 30 лет уже одна труха. А это 300 лет в теплом месте, где идут дожди. Понимаешь, тут даже не сомнение, а неверие полное должно быть. Но я православный, я на бекрень мозги свои верю. Да и все, чтобы отстали. Иначе заедят. Скажут, он сектант, не признает наши выдумки. Признаю, признаю. Слышите, как громко говорю. А один говорит, евреи, евреи, жиды, жиды, жиды. Все, захватили по радио. И все. А как узнать? Букву Р не выговаривает. И он выступает там какой-то, монтанто. И говорит, ну, видишь, как определяют русские патриоты. Так вот, я говорю Р, я люблю Россию. Пусть режут меня, не зарежут. Люблю Россию. Вот так по радио доказывал. Я не еврей. Не евреи. Это евреи. Ульянов там картавые были, они все картавые. Так. Ну и тоже можно научиться говорить. Но учатся же говорить по гнусовой Франции. Или там альвеолны Англии. Можно научиться и здесь. Так что, о, бабочка какая. Никита, не трожь ее. Она приезжала поздравить нас. Вон она как, гляди. Налавала. Лампочку эту подарил мне хороший человек. Максим Степаненко. Она говорит, мало энергии берет. Пошел сегодня утром проверить Надежду Васильевну. 440 встает или нет. В окнах не горит. Вот это да. Насчет этого она у меня молодец. А потом гляжу, у нее замок. Она вообще дома не живет где-то? Это надо сегодня тщательное расследование сделать. Она у Татьяны Новиковой. Она туда пошла, там баньку затопила. А, что-то она дома... А, потравила она ос дихлофосом у себя там. И поэтому пошла туда ночевать. Так что она... Благодарю, брат, за пояснение. Снял обвинение с жены, как с жены кесаря. Она вне подозрений. Землей кормить ее не надо, да? Ну ладно, ну-ка-то да. Вот относительно успения. Я все это отношу к монахам. Не шли на проповедь. Евангелия не было. Все остальное плыло и плыло. Они понимали эту страшную, зияющую, смертельную пустоту. Надо чем-то закрывать, чтобы людям напоминать, что они христиане. Вот. Мусульмане, те понимали, джихад объявить, всемирная война ведут там. 72 сражения провел Мухаммад, и здесь только два были оборонительные. Тут понятно, грабят караваны. Определенное время, когда можно караваном пройти, когда они их грабят, они и в это время грабили. А у нас вот так вот по отношению народа. В храм не затащишь, зачем идти праздник? На праздник ходил, не ходил, свечку покупал до причастия. Главное, игра теперь стала при счастье. При счастье, и чем чаще, тем лучше. Вот это вот откуда взято, я считаю, это самый большой обман. И при том, знакомые мне, близкие, хорошие священники на этом стоят. Он поднимольно думает, замолить, купить, человек дальше никак, иначе ты не спасешься. Вот батюшка вещь там кружит, кружит по храму. Зачем он это делает? С кадилом. Я кадил, и иконы. Ну иконы, а люди-то зачем крутятся? Вот стоят люди, и вот когда батюшка идет, вот это вот, и люди все разворачиваются к нему, а другие даже вот так этот ладом на себя, дьякон когда кадит. Я говорю, зачем? Ты же не людей кадишь, другие даже не знают. И стены, а он стены кадит. Да что их стены кадить-то? Они и так закопченные. Прокопченные над толстым слоем. Зачем люди иконы, иконы? А что иконы кадите? Что на них носили демоны, демоны боятся ладана. Да не может ладаны подкидывают вам такое вонющее, ни к чему не пригодное. Ну дальше-то рассудите. Ну ладно, согнал демонов не для этого. А для чего? Даже батюшку нашу, простите, для чего иконы кадишь идешь? А они святы, уже освещенные, повешенные кадил. Теперь ты по кадилу святости придал им или что? Ну я не понимаю никак, с какой целью иконы-то кадите. Ну положено, ну ладно положено. Допустим, ты их осветил, а они получили святость. Почему ты еще из полчаса опять идешь? Сейчас святость исчезла или что? Я понял для чего. Потому что люди прилипли к стенам, спят, ты их отгоняешь, как сонных мух. Дехлопосом травишь. Больше никакого объяснения. Проходит маленькое время, еще один раз. Зачем? Приехал архиерей, или священники, вечерняя служба, поставили ведро воды. И вот они вокруг этого ведра горцуют, ходят кругами. Зачем? Ну, святость опустил крест. Это я как-то объяснение даю. А Божьей Матери, считали, которые библейские изречения, ни одно не подходит. А одно есть, одно, а его как раз и не считают. Начинают считать к Божьей Матери то, что относится к Христосу. Женщина закричала, Блаженнощева. Так он ее не ублажил. Вы считайте дальше. Он говорит, Блаженнослушающие, вы это Блаженство-то отняли, а какая женщина закричала Блаженность, это отставили-то. У нее даже имени нет этой женщины. Блаженнощева тебя носившая. Христос не сказал, да, конечно, Моя Мать Блаженная. Ни слова не сказал. Сколько раз говорил обтирать бутылку? Вот тут обтирай белой бумагой. Течет. Что смотришь-то? Я же учил тебя. А зачем на ложку-то? Чучи немытая. Так бы полил. Ну-ка, покажи. Посмотри на нее. Посмотри ему. Ну, он же не знает, сколько льет. Ты лить-то не умеешь. И главное, раз винул, потекло. Второй раз винул, уже до половины дотекло. Третий донизу. Обтирай всю ее. Следующий раз, если так будешь лить, себе сделаешь без масла. Понял, нет? Да. Замечайте за ним. Если будет за три приема делать и не будет обтирать, масло ему больше не видать нигде. Ты свой паек уже на бумажку истратил. Вот как память пришивается. Через желудок. Я по-монашески действую. Через желудок бить его. И на этом все. Окаянный. Он сам о себе молится. Аз Окаянный грешник. И вот считает. Лестница Якова. Яков когда заснул. И на небо лестница. И кому-то же пришло в ум придумать, что лестница это не лестница, а лестница. Это Богородица. Да где по Богородице ангелы, архангелы сходили там. Что вы думаете? Это абсолютно даже кощунственно думать. Но это принято, я принимаю. И в церковь выходят, вчера читают даже по-русски. Вы слышали? Дальше языки или читают. Вот врата, в которые входит там царь, и больше никто не зайдет. Это значит Христос родился. И через это место, где он родился-то, не больше. Ну назовите своими местами. Там влагалище или как-то. А еще вы боитесь-то. Нет монахи, говорит, родился из Баку. То есть, ребра раздвинулись, он вышел. Да какие это врата? Это стена. Это ребра. Даже у него ниже не вымок, а супер глупость. А он родился обыкновенным местом. Родился. В кесарево свечения не делали. Которых кесарят, это не полноценные люди. Никита, открывай в это время задвижку, когда там открываешь. Ну ума-то никакого вообще не надо. Полностью открывай. Чтобы напрямую шло. Он не понимает. У тебя открыто, когда дыми нас сюда валит. На каждом шагу дурнина и глупость украинская. Что ты делаешь? Украинская. Вот, вот он знает. Хохлятская у нас говорили. Никто слово Украина не произносил. Хохол ты, говорит, немытый, отец. Немытыми руками за стол лезешь. Оборони бог думать, что я против Порошенко еду или против украинцев. Я говорю, как понимают люди. Украина это и Россия, только католичная. Давным-давно. Давным-давно не крещеная совершенно. Бритая. Все оттуда приняли мирское. Попутно все это. И вот считают. А Божья Матерь сектантом ты ни одного места не можешь привести это. Отныне будут ублажать меня на все роды. Слово ублажать имеет смысл не только этот. Посмотри. То есть называть человека угодным Богу. Благим Бог только называется. И надо думать на это. Цариса преблагая. Никто не благ, только Бог. Понимаешь, сколько здесь у нас глыбы. Монблана наброшено на нашем пути, нашему разуму. Есть такое место. Слушай внимательно. Которое можем приводить в беседе с сектантами. Почему мы относимся так благоговейно к Божьей Матери. При Снадеве Марии. При Снадеве. Всегда Дева. Все Дева вообще примется. Когда филистимляне взяли ковчег, а потом Господь им там показал разницу между догоном и ковчегом. Пятая глава первой книги Сарс. Начиная с третьей главы надо считать. И в это время жители Бевсомиса увидели, килицы везут ковчег и решили заглянуть туда. И Бог убил из них 50 тысяч и 70 человек. Я спрашиваю, за что? Они не хулили, не плевали, не издевались, не рассуждали. Ничего нет. Посмотрели. Там-то ковчег в алтаре, его никто не посмотрит. А тут почему нет? Когда язычники смотрели. Пойдем посмотрим, будем говорить. Детям расскажете. Никто никому ничего не рассказали. Они сразу умерли. Почему? Что Бог жестокий. Бог и Его только любят убивать. Притом не предупредил, что смотреть нельзя. Представь, один за другим падает, падает и падает. И там написано, не порадовались они. А они радовались как будто бы. Зачем? Потому что я спрашиваю, скажите, скрижали в Ветхом Завете на что указывали? А на что указывали? Они не знают. Я еще ни одного сектанта не встретил, который понимал бы, что Ветхий Завет это тень будущих благ. Особенно этого не понимают адвентисты седьмого дня. Вообще не понимают. Что такое суббота, которая образно указывала на воскресенье? Что такое? Ну, это было Словом Божьим. Можно было назвать? Ну да, это Бог на скрижалях дал десяти слов, дикополит. Хорошо. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. Слово было у Бога. Но было вначале у Бога. И Слово было у Бога. Кто такой? Бог. Слово и Бог. Где? Христос. Так. Кто-то лежал в ковчеге. Христос где был, лежал? Да все. Это что, о Деве Марии? Тут и начинается просветление. Да! Исследовать не надо, что у ней были дети. Не надо заглядывать вовнутрь ковчега. Вы заглядываете в неподобное место. И поэтому Бог убивает вас. Вот почему. За что Господь Озу убил, когда ковчег был в павильоне нести? Волы наклонили ковчег, и он хотел, арба наклонилась. Хотел придержать, Бог сразу его убил. Похоже? Похоже. Похоже. Божьей матери не прикасайся. То есть не прикасайся. Я не прикасаюсь. Тась, ты что сейчас сделаешь? Это ты в суп? Да. Мелкие, хорошие морковки. Можешь оставить на это. Могнатереть. Сюда ничего не добавляется. Только... А что, черт-то закончился? Лук. Двузаток у тебя, репчатые перышками. Помидоры. Соль. И растительное масло. Ничего, никогда, ни копейки. Ни грамма. Вам понятно? Разговаривая с сектантами, я нашел место, на которое они обращают внимание. Это справедливо. Ковчег. В церкви, вчера его и не считали как раз. Они не знали монахи. Они были в этом вопросе. Отодвинь от себя. Вот ты понимаешь, что делаешь. Отрезаешь. Попадет, даже не заметишь, что ты отрезал. Чтобы за край стола ничего так. За край стола не было нигде. Да хватит морковки. Вот какие мои размышления на сегодняшний праздник. Я не тупо это исполняю. А исполняю и благодарю Бога, что я православный. Но говорю, какое горе не знать Писание. Монахи не знали Писание. Они перетолковывали все по-своему. А может кто знал? Кого знал, задушили. Свергли. Убрали. А вот Григорий Палама теперь будет в почете. Григорий Палама, Иоанн Дамаскин, Максим Исповедник. Это вот кумиры будут. Кумиры. Сергия Радонежский. Которых, может, надо было ставить на замечание и на отлучение. Я это легко докажу. Иноки, которые опять пошли на войну. Пересвет и ослябь. Они по благословению пошли игумена. Он виновен в этом. И написано их, куда подклятвают. Вот под проклятие. Вот куда заехали. Это каноны-то. И каноны спрятали от народа. А они снова надели воинскую одежду и пошли. Понятно это? Они были в монашеском одеянии. А как? Ну, они не переодевались, может быть. Они в разуме своем. Как болгары, которые живут под турками сто с лишним лет. Они христианами считаются. А у них все турецкое. Ненависть, злоба это. Постоянно воевали. И сегодня такие же. Чисто католическое. Это сказать, мусульманское. Это накладывает отпечаток. А русские были под игом татарские. Ну, у нас татарское и есть. У нас куда ни глянь. Только трезвости их не хватает. Вот так на сегодня. Вопросы, молодежь. Мух бей. Почему ты не бнешь? Бей мух. Мне всегда вспоминается последний магиканша Антона Павловича Чехова. Евсевий там. И вот начинается про этого, который пишет. Как бы пишет. И говорит, рассказывает, говорит. Сегодня. И про себя говорит. Он с писарем дружил. Там его этот товарищ-то. Смотрит. Петух там по двору ходит. И вдруг. О! Сестра приехала. Не зря я сегодня во сне печь видел. Печь видел. Но она заходит и сразу начинает. У нее постный день сегодня. А другие-то едят. Евсевий говорит, с вожделением поглядывал, как едят там. Сардельки или мясо. Что-то. И вот. Она его в люди выбила. В дворянство. Чтобы дворян. Дворянином-то он был. Я за него сколько денег заплатила. А экзамен-то лидер сдать не мог. И вот она. Все тут. Я же дворян. Дружить с писарем. Да писарь при нем пискнуть не должен. Пошла отдыхать. Из другой комнаты слышно. Евсевий. Иди, мух отгоняй. И фу. Заездила ведьма. А был какой. Селку изобретал. Вот как я могу писать. Вот как я говорю. Как только увижу мух отгонять так. Евсевий. Где ты? Вешку сразу прикрывай. Все, однако. Поесть еще нельзя. Потому что впереди у нас богослужение. Вот вчера я стоял и думал. Богослужение вечернее идет. Никто ничего не понимает. Совершенно. Вешку закрой. Не знает. И кто считает, не понимает. И батюшка стоит там с пятого на десято понимает. Заезд закрывать. Да, долго ты все. Когда подкидываешь. Ну ладно, у нас еще златоусты считают. Не понимают? А как понимать-то? Такой задачи не стоит. Самое у нас вчера приятное богослужение было для Степы. Степа. Я посадил, а батюшка в это время вышел. Надежда Васильевна через Валентину. Она глухонемой показывает. Считать она ее долбит. Ее спит. Валя сама и пусть. Он не упадает. Степа сидит на краю скамейки. И опять первоклассник. Маленько погодя. Опять. Это же интересно так. А она все через это заглядывает. И Валя эта глухонемая. Так сказать, не лезь. Она что-то тебя сорвала вчера половичок-то закатывать. Помоги. Помоги. Да ты понимаешь, что у нее только внешне. Это женский разум. Короткий-короткий. Хотя волосы длинные. Она никогда не поймет, что нельзя этого делать тебе. Потому что тут серопима. А серопима, половички, тряпочки. Для нее это наиглавнейшее. И она упала, серопима разбилась. Но она никому эту должность не отдаст. Никогда. И ты видел, как она. Она на коленках, но будет раскатывать длинные половички. Подправлять его. И в это время Люба месяца. Но тут это понятно всем. И все смотрят. А в это время батюшка там молотит еще и никто не знает. Главное половичок раскатать. Да он еще за это закатанный сморщился. Его расправить, эту рифленку. Но тут у нас все в движении. Тебя сдвинули и ты пошел. Куда ты идешь? Сэр, балбес. Не надо этого делать. Нигде. Вот он заснул, пусть спит. Взрослый делал. Матушка пришла рядом, спит, отдыхает. Она упарилась там на огороде. Она работает, как новый трактор фермера. Целый день. Как в храм зашла, сразу она прищуперилась. Сразу. И во сне губами иногда шепчет. Она молится. Молится. Она иногда уже губы не шевелятся. Я вижу, как кто стоит. И думаю, как бы самому не упасть. Православное большое искусство спать стоя. Столетиями их приучали к этому. А у монахов к стенке разрешают прислоняться. Я говорю, батюшка, стою, говорю, там в Греции был. Гляжу, вот монах пополз вниз по стенке. Я был на молении. Был, и он не обманул. Но молился ли? Опять же рассказ, вспомнишь, Толстого льва, когда ходили на поклонение в Иерусалим. В Иерусалиме-то был. А молился ли? Вот и вопрос. Поэтому идешь в храм, приготовь сердце у нас к чему? Не к жертве, а к молитве. А у нас приготовь сердце к искушениям. Хорошо, если ты не думаешь ни о чем. У тебя вихрем, ураганом мысли, ураганом думы, ураганом. Я писал как-то. И не думать нельзя. Я как-то с батюшкой сидел и говорю, ты веришь написанному в Писании-то хоть? Ну что за вопрос? Да или нет? Да. Ну а ты веришь, что притча Соломона, это божественная? Конечно. 30 глава 5-6 стихи говорит, не прибавляй к словам его. Чтобы он не обличил тебя, ты не оказался лжецом. Ты в это веришь? Ну да. Слушай внимательно. А как ты считаешь, Евангелие от Матфея, это от Бога Божье Слово? Конечно. Молитвы много, все знаешь, не знаешь. Но самая главная молитва какая? Отче наш. Самая главная молитва, и ты к ней прибавляешь, стоишь. Он вот так, а где я прибавляю? Прибавляешь и каждый раз. То, что ты не сам эти слова обставил, это ничего не говорит. Это чужая ложь и твоя, это они соединяются. Вот и считай. Считай. Отче наш, и живи на небесе, да светится имя Твое, да при и царстве Твое. Да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущен, дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лука ваго. Ну, а дальше? Ибо Твое есть царство Отца и Сына и Святого Духа. Откуда ты взял Отца и Сына и Святого Духа? Открыл? Нету. Нету. А еще, а ты добавляешь яко, а наши не добавляли? Ибо Твое есть царство. Добавляли Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Это у старобрядцев, когда без священника. Я говорю, почему, когда дальше эта молитва не кончена? Она не кончена. Ибо Твое есть царство, сила и слава. Здесь я всех приучил, все сейчас считаю. Все, когда батюшки нет. Ты-то зачем добавляешь-то? И с какого времени эта добавка-то пошла? Все время добавляют Отца и Сына и Святого Духа. В молитву Иисуса, молитва-молитва называется, и вы там даже умудрились добавлять-то? Вы кто такие? Вы лживые все. Все до одного вы лжете. Нет такой молитвы. Ты ее испортил. А почему добавили? Я скажу, Арий вас перепугал. Перепугал. И начинает, Арий умер, и у него расселось чрево. Это у вас расселось чрево. Перепугал до недержания. Вставляет где надо и не надо. В истории перепугал счастнейшую хюровин везде говорят. Один раз пропели счастнейшую хюровин, и все. Сама молитва-то требует ревизии. И на каждом месте счастнейшую хюровин. Вот когда поют, там, ныне отпущающая раба твоего. И припев этот везде. Зачем утвердить православных в этом? А православные как раз этого и не знают, и не спорят. Я говорю о том, о чем должен говорить собор. А мог бы патриарх Кирилл Гундяев заняться этим? Никогда. Это для вида он там хорохорится. Его монахи сразу сметут. Монахи держат через вот эти все искажения, добавления, посты, народ, повиновения к себе. И они только скажут, еретик. Сейчас везде Авеля эти, как Семенов Авеля, разъезжает, везде дундит. А он сейчас же против патриарха. Сметут патриарха. Стопроцентная гарантия, его не будет. И поэтому он им поделает. А в самом-то в нем монашеского ничего нету. Нету. Ни монашеской жизни, ничего нету. Но монахов он боится. Боится, и боится в этом даже сознательно, даже боится. А должен ли он бояться? Не должен. Он должен восстать. Одного патриарха уберут, другого, третьего. И все закончится. Тогда монашеству придет конец. На патриарха Алексея они бы кинулись, им разницы нет. А за ним следующий такой. И дальше издать указ. Запретить монахам вмешиваться в воспитание народа. И показать всю двухтысячелетнюю историю. И мой лозунг поставить на первое место, что монашество в том виде, в котором оно есть, принесло зло, зло. В сто крат больше, чем вместе взятое коммунисты, фашисты, масоны и мусульмане. И докажу я это. А меня пусть вызовут. По моим книгам это увидят. А они самые ценные из народа высасывали и гробили за стенами, не давая потомства. Никого не выпускали на проповедь. А через желудок давили. Вот как. Так сейчас скажут батюшка, да ты смутьян, да ты иритик, да ты сектант, да ты кретин. Это все на меня будет. Я засиделся здесь, поэтому даю небольшой комментарий. Володя, на один день хватит пока? Хватит. Все, с Богом. Пусть теперь опровергают. Субтитры сделал DimaTorzok